МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Десять лет в родной гавани. Заречинцы отметили юбилей воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Был пройден очень большой путь. И проведена необходимая интеграция территории Крыма в состав Российской Федерации и в области социальной, и в области политической, и в области общественной. Большие гастроли. Заречинский ТЮС впервые принял участие в одноименном проекте Минкульта России, выступив на сцене Театра «Стрела» в подмосковном Жуковском. Очень благодарный зритель. И это было так душевно. Ты чувствуешь, с каким замиранием они следят за историей, и с каким волнением они потом подходят и дарят букеты, конфеты. Борьба под кольцом. В Заречном после долгого перерыва возобновили традицию проведения городских первенств по баскетболу среди школьников пятых-шестых классов. Второй год у нас играют юноши, и в этом году возобновили среди девочек. Пока команд среди девочек мало всего три, но среди юношей уже шесть команд. И теперь об этих и других новостях подробнее. Заречный вместе со всей страной отметил одну из важнейших век современной истории. 10 лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Событие, имеющего колоссальное значение не только для нашей страны, но и всего мира. 18 марта 2014 года в Кремле президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Основой для принятия этого решения стал всеобщий референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью России. Воссоединение полуострова с Большой Родиной стало символом восстановления исторической справедливости и мощнейшей консолидации всего российского народа. На площади Дворца культуры Современник развиваются триколоры. Зареченцы собрались вместе, чтобы отметить молодой, но очень важный праздник. Десять лет назад произошли события, которые вошли в историю, как «Крымская весна». Десять лет, как был подписан договор о возвращении Крыма в состав Российской Федерации. Крыма и города-героя Севастополя. Надо отметить, что за эти десять лет был пройден очень большой путь и проведена необходимая интеграция территории и Крыма в состав Российской Федерации и в области социальной, и в области политической, и в области общественной. Договор был подписан 18 марта. Этому предшествовал референдум по вопросу о будущем статусе полуострова. По официальным данным, в Крыму за воссоединение с Россией проголосовали почти 97% участников плебисцита, в Севастополе более 95%. И вот уже 10 лет Республика Крым и Севастополь в составе Российской Федерации. На праздничный концерт, посвященный возвращению Крыма и Севастополя в родную гавань, пришли десятки зареченцев разных возрастов. Не только взрослые сотрудники предприятий и организаций, но и школьники, активисты движения первых. Благодаря участию в таких мероприятиях, они показывают свою активную гражданскую позицию. Они показывают, что мне безразлично то, что происходит в городе и стране, что они следят за обстановкой в городе. И то, что они всей душой поддерживают новые территории Крым, крымчан и севастопольцев, что они не брошены, что они в составе большой дружной страны России. Очередная годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией – это возможность вместе с миллионами жителей нашей страны отметить общий праздник восстановления исторической справедливости и единения народов под флагом отчизны. И в будущее открываем двери Вместе с миллионами людей Мир меняем ради общих целей Россия – страна возможностей Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Артисты Зареченского тюза выступили на сцене драматического театра «Стрела» в городе Жуковском Московской области. С 14 по 17 марта они были на больших гастролях, организованных Росконцертом, согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Зареченцы показали спектакли для детей и взрослых. Барышня-крестьянка, волшебник изумрудного города, вредный заяц. О первом участии в проекте «Большие гастроли» и приеме, оказанном жуковчанами-зареченцем, артисты тюза рассказали нашему корреспонденту Диане Котлеровой. Даже все жители волшебной страны не снимают эти очки и днем, и ночью. В Заречном спектакль «Волшебник изумрудного города» в исполнении актеров театра «Юного зрителя» знают хорошо. А для жителей города Жуковского Московской области эта постановка стала новинкой. Актеры тюза впервые показали ее на сцене драматического театра «Стрела» в рамках программы «Большие гастроли». Зареченцы впервые присоединились к этому проекту. Там оформляется заявка, довольно-таки такая непростая. Надо найти театр-партнера, с которым мы совершаем вот такие обменные гастроли. Собственно, если все эти условия выполнены, то только ждем экспертного совета проекта, берут ли нас в этой истории или нет. Таким театром-партнером для тюза и стала «Стрела» в Жуковском. Наши актеры показали там три спектакля. Барышня-крестьянка, волшебник изумрудного города, вредный заяц. На новой площадке участники труппы освоились очень быстро. Была, конечно, одна репетиция освоения площадки, где мы искали световые точки, проходили мизансцены. Но на самом деле площадка была очень похожа на нашу, может быть, чуть-чуть поменьше. И очень благодарный зритель, и это было так душевно. Ты чувствуешь, с каким замиранием они следят за историей, и с каким волнением они потом подходят и дарят букеты, конфеты, и ищут глазами своего любимого персонажа, который за эти полтора часа стал им как родной. Бывает такое, что зритель то ли боится эмоции как-то свои проявлять, то там как будто бы все очень открыто. Гастроли в Жуковском длились с 14 по 17 марта. Сейчас актеры вернулись на родную сцену. Творческая команда из драматического театра «Стрела» приедет в наш город с ответным визитом в октябре. Диана Котлерова, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания Заречный». Подробнее о первом участии в «Больших гастролях» мы сегодня поговорим с заместителем директора театра юного зрителя «Заречного» Ольгой Тришкиной. Не пропустите актуальное интервью в финале информационного выпуска. А пока к другим новостям. Телерадио «Компания Заречный» приглашает всех принять участие в новом конкурсе. Он получил название «По семейному» и посвящен традиционным семейным ценностям. От участников – фотографии, от спонсоров – призы и подарки, от нашей телерадио «Компании» – организации и награждения победителей в телеэфире. Все подробности в следующем сюжете. Откройте свои фотоархивы в смартфоне, поройте в семейных альбомах или сделайте свеженькие снимки. Загрузите их на портал городзет.инфо и вот вы уже очередной участник конкурса по семейному. Его в год семьи, объявленный президентом России, проводит телерадио «Компании Заречный». На фото должно быть запечатлено любое совместное семейное времяпрепровождение. Например, играют в настольные игры или в какие-то подвижные игры во дворе или на даче. А может быть, наоборот, эту дачу возделывают, а не играют там. Да все, что угодно это может быть. Общая рыбалка совместная, поход за грибами. Может быть, папа учит сына чинить машину или мама вместе с дочкой готовит дома еду. Обязательное условие. На снимке должно быть минимум два человека из разных поколений одной семьи. Например, это бабушка и внук, или там мама, папа и ребенок. А вот срок давности фотографии значения не имеет. То есть можно найти в своих архивных фотоальбомах черно-белые снимки, где вы сейчас уже взрослая, может быть, когда были ребенком, что-то делаете со своими родителями, бабушкой или дедушкой и прислать их нам на конкурс. Семейные снимки принимаются на портале городзет.инфо до 30 апреля. Как говорится, без СМС и регистрации. У нас на сайте есть специальные формы, где эти фотографии можно отправить. Никакой регистрации не нужно. Вы просто подгружаете один или два снимка и пишете красненькое описание, что происходит на фотографии, кто что делает. Фотоснимки участников конкурса размещаются на сайте городзет и транслируются в эфире программы «Доброе утро, Заречный». Первые конкурсанты уже сделали заявку на победу. Станислав и Екатерина Мусатовы вместе с дочкой Ани любят путешествовать по России. Эти фотографии сделаны в Карачаево-Черкесии, гора Чоча, близ Домбая и Сырные пещеры. А вообще семья уже много где побывала. Мусатовы посещали Приэльбрусье и Архыс, путешествовали по Уралу, Алтаю, гостили на Красной Поляне. Семья Маляновых очень любит проводить время вместе. Папа Никита, мама Таня, дочка Варя и сын Егор ходят за грибами и на рыбалку. Любят отдыхать на природе в палатках, кататься на коньках и велосипедах. Самое главное – быть вместе. У них даже свой девиз есть. Мы, Маляновых, семья. Куда ты, туда и я. Победители конкурса выберут посетители портала «Городзет». Народное голосование пройдет с 6 по 13 мая. Семьи, набравшие наибольшее количество голосов, будут вознаграждены. Их ждет приглашение на программу «Доброе утро! Заречный» и вручение призов. Мы очень благодарны спонсорам за то, что они предоставили нам такое большое количество призов. Наши конкурсанты разные. Одни любят активный образ жизни, часто путешествуют, другие, напротив, пассивный. Им больше подошли какие-то домашние дела. Поэтому мы приготовили разные подарки. Можно будет и в боулинг сходить, потом можно заглянуть в магазин парфюмерии и косметики. Не оставим без внимания и любителей творчества. Такой сертификат тоже найдется. И магазин уютной домашней одежды тоже для наших победителей приготовил подарочный сертификат. Добро пожаловать! Принимайте участие в нашем конкурсе. Мы ждем вас! В Заречном после долгого перерыва возобновили традицию проведения городских первенств по баскетболу среди школьников 5-6 классов. Второй год в соревнованиях участвуют команды мальчиков. И впервые на площадку вышли сборные девочек. На площадке ученицы 5-6 классов. Школьные команды девочек вступили в борьбу на первенстве города по баскетболу. Традицию проведения таких турниров среди учащихся среднего звена в Заречном возобновили совсем недавно. Второй год у нас играют юноши. И в этом году возобновили среди девочек. Пока команд среди девочек мало всего 3, но среди юноши уже 6 команд. Баскетбол – один из самых популярных у зареченских школьников командных видов спорта. Баскетбол – это игра, которая развивает свое мышление, игру, ловкость. И развивает скорость. Мне нравится, что в каждой игре, когда ты играешь, накапливается каждый новый опыт. И это может пригождаться в будущем. К турниру школьники готовились на уроках физкультуры. Мы тренировались бросать, играть в пас, ну и потом просто как бы моделировали игру. Поначалу мы готовились к ведению мяча и броске. Потом передача мяча и пасование на друг друга. Команда у нас дружная и позитивная и находчивая. Несмотря на юный возраст и пока небольшой соревновательный опыт, ребята уже вывели для себя формулу успеха. Ловкость и тренировки, и правильный образ жизни, и распорядок дня. Нужна хорошая дружная команда, во-первых. Играть в пас, ну и как бы чтобы, ну команда, чтобы умело играть в баскетбол. Хочется победы, но всегда побеждать невозможно. Иногда бывает и поражение. Стараемся побеждать. Над техникой нам еще надо немножко поработать, чтобы мы стали лучше. Соревнования пяти-шестиклассников не просто определение сильнейших, но и подготовка к серьезным турнирам для более старшего возраста. Это и как, так скажем, в полупрофессиональном баскетболе, самый младший, один из самых младших возрастов. Ну а в школьной лиге это самый младший возраст. Надеемся, что эти юноши подрастут и покажут хорошие результаты в более взрослом баскетболе. Соревнования продлились пять дней. Участники турнира играли по круговой системе. В итоге у мальчиков первое место завоевали ребята из 222-й школы. Среди команд девочек победу одержала сборная школа номер 225. Результаты городского первенства по баскетболу среди учащихся пятых-шестых классов общеобразовательных учреждений пойдут в зачет 59-й спартакиада школьников. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». И еще о спорте. В «Заречном» прошел турнир по волейболу среди девушек 2008-2009 годов рождения, посвященный 20-летию со дня образования спортивно-культурного клуба «Сенсор». В соревнованиях приняли участие три команды из «Пензы», детско-юношеской спортшколы номер 4, две команды, представляющие Центр детско-юношеского технического творчества и «Зареченский сенсор». Турнир проходил по круговой системе. Каждая встреча длилась до двух побед одной из команд. Безоговорочными победителями турнира стали девушки из 4-й детско-юношеской спортивной школы «Пензы», выигравшие все встречи с соперниками. Серебро завоевала команда «Сенсор», которая уступила только победителю турнира. В матче за третье место первая команда Центра детско-юношеского технического творчества была заметнее и сильнее девушек из второго состава. По окончании турнира призеры получили кубки, медали, дипломы и памятные подарки. Большие гастроли ТЮЗа. Каким был первый опыт участия зареченских артистов в проекте «Минкульт России»? Все подробности через пару минут. Не переключайтесь. Кран течет, поет труба, полочка качается. В мою сантехнику пойду, потому что нравится. Смесители, стойки для душа, аксессуары для ванной комнаты лучших отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Моя сантехника» душевно и ни капельки недорого. Бедро курины 169 рублей, стиральный порошок «Персил» 439,50. С 18 по 24 марта мегавыгода в Скидкино. Заречный, улица Озерская, 13. Ты целеустремленный, креативный и обладаешь творческим потенциалом? Это твой шанс! Телерадиокомпания «Заречный» ищет корреспондента. Стань частью динамично развивающейся команды, чтобы освещать все яркие и значимые события города. Звони! 61 19 35 Бурный рост атомной отрасли столкнулся с нехваткой кадров. Дефицит в кадрах огромный, я бы сказала. Как «Росатом», реформируя систему образования, решает кадровую проблему? Смотрите в среду в 20.00. Новости «Заречного» в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях заместитель директора театра «Юного зрителя» города Заречного Ольга Тришкина. Добрый вечер! Добрый вечер! Ольга Тюз вернулся с больших гастролей. Вот такое красивое, интересное название. Расскажите, пожалуйста, о том, что же это такое было. На самом деле, это очень грандиозный проект, который в нашей стране проводится с 2014 года. И как так получалось, что мы не входили в него по разным абсолютно причинам. И в прошлом году, когда в очередной раз было объявлено о том, что можно поучаствовать в этом проекте, подать заявку, мы подумали, а почему бы и нет? И составили заявку, подались и прошли по результатам отбора. Стали участниками программы «Большие гастроли» по направлению театра для детей. И ездили в театр «Стрела», город Жуковский, Московская область. И вот только что вернулись с этих больших гастролей наших первых. Ольга, а что это вообще за проект? На что он направлен? Для чего? Проект организован Министерством культуры Российской Федерации. Реализуется в рамках концертно-гастрольного плана. И направлено на то, чтобы регионы менялись театрами. Из каждого региона может приехать другой регион-театр. Соответственно, показать свои спектакли, свои работы зрителям не своего региона. Причем так вот больше поддерживают те заявки, насколько я поняла, когда не соседние регионы заменяются этими обменными гастролями, а когда там, допустим, я не знаю, Владивосток меняется с Самарой или еще там вот такие вещи более приветствуются. И на самом деле такая интересная программа, которая позволила нам показать свои спектакли жуковчанам. И в ответном визите в октябре мы ждем в нашем городе театр «Стрела», который привезет нам свои спектакли. Ольга, что представляли, с чем вы туда ездили? Мы туда возили три спектакля и постарались при выборе репертуара учесть все наши направления. И повезли туда спектакль для школьников и для взрослых «Барышню-крестьянку», тем более год сейчас Пушкина. Повезли музыкальную сказку «Волшебник изумрудного города» для всей семьи. И интерактивный детский семейный спектакль «Вредный заяц», в котором зрители становятся непосредственными участниками происходящего на сцене действия. Все три спектакля были так хорошо приняты публикой, и полные залы, и аплодисменты, и вообще там очень такая театральная публика, очень разборчивая публика, как нам говорили сами представители театра. И мы были рады, что мы не разочаровали своим творчеством такого пристрастного зрителя. Ну да, там недалеко от Москвы. Ольга, скажите, пожалуйста, вот когда выбирали вот эти спектакли, на что вы ориентировались? На разный возраст? Или вы как-то заранее изучали репертуар театра Жуковского? Да, безусловно, мы общались с нашими коллегами из «Стрелы», и обсуждение номинований шло не один день. Ему несколько спектаклей им предлагали. Они говорили, что вот, например, такое номинование у них есть в репертуаре, поэтому предлагали нам поискать какие-то другие номинования, чтобы и спектакли разные привезли, и, опять же, разноплановые, чтобы эти были постановки, и, опять же, были ориентированы на абсолютно разную аудиторию. — Ольга, вот когда здесь, в «Сюзе» Заречного, один и тот же спектакль идет на протяжении нескольких лет, каждый спектакль, он чем-то отличается. Каждый спектакль – это в любом случае новая постановка, новый выход на сцену. Вот туда вы как-то специально готовили для публики Жуковского, или как-то вы выбрали некую такую золотую середину из всех своих вот этих вот многочисленных выступлений здесь? — Ну, во-первых, «Барышня и крестьянка» – это спектакль, премьера которого состоялась не так давно, в сентябре прошлого года. «Волшебник изумрудного города» – это один из хитов нашего репертуарного плана. А «Вредный заяц» – это такая милая сказка, милое действие, и мы тоже попробовали вот в этом направлении поработать, когда и родители, и дети, которые находятся в зале, чтобы они тоже стали участниками. И когда мы объяснили, вот какие спектакли мы хотим вести, коллеги из «Стрелы» сказали, да, конечно, мы готовы вас встретить. И вот мы приехали. — Что вам больше всего запомнилось? Выход на сцену, подготовка, новая сцена все-таки, да? Что-то, какие-то такие вот технические моменты с декорациями или публика? — Вы знаете, поездка настолько прошла как-то очень душевно и хорошо, что какого-то отдельного аспекта выделить мне было бы сейчас и сложно. Потому что понятно, шли прогоны перед отъездом на гастроли, понятно, что у нас было время, чтобы адаптировать спектакли на незнакомой площадке, хотя площадка там не очень сильно отличается от нашей родной сцены. Она, по-моему, даже по параметрам, ну, почти такая, там плюс-минус какие-то есть нюансы. Зал по вместимости примерно такой же, как и мы. Поэтому адаптировали, конечно, спектакль, вышли. И публика, да, и публика, конечно, это потрясающе. У них принято ходить в театр с цветами, причем с цветами приходят самые юные зрители. Так вот воспитывается такая вот культура благодарности после просмотра спектакля, когда было очень интересно наблюдать, когда после спектакля для детей такие вот кнопки там трехлетние, четырехлетние выходили на сцену, дарили цветы, как они готовились, шоколадки дарили. И вообще публика, да, я уже говорила, повторюсь, публика очень хорошо и очень тепло встречала наши спектакли. А это, безусловно, действует тонизирующе на нашу труппу и на актеров, потому что вот происходит тот самый пресловутый обмен энергии. Потому что площадка новая, зритель новый, и как-то надо сходу сразу же завоевать нового зрителя. И я считаю, что нашим артистам это удалось на все сто процентов. На ваш взгляд, самая большая разница между вам уже привычной зареченской публикой, публикой вот в ходе вот этих больших гастролей в Жуковском, и, ну, собственно говоря, теусто гастролируют немало, прямо скажем. Вот есть ли какая-то разница, когда проезжаете по регионам между людьми, которые там проживают, между тем, как они встречают? Или все-таки публика, она везде одинаковая, зритель везде одинаковый? Я так сейчас сразу же, наверное, не смогу сказать, потому что надо так подумать. Но я считаю, вот даже вот по предыдущим, по прощающим гастролям, публика вот в Жуковском была подготовленная. Они, я так, ну, когда ходила вокруг, вокруг зрителей перед началом и после окончания спектакля, я так понимаю, они и знают, вот барышнюю крестьянку, знают текст, подготовленные пришли. И здесь, конечно, было... Сначала нас еще как бы предсказали, что публика такая привередливая. У нас артисты чуть-чуть так напряглись, но буквально с первых минут спектакля зритель начал живо реагировать, причем здесь никогда не угадаешь. Вот примерно там идет спектакль, там сколько-то раз он уже в репертуаре показан, и, ну, примерно знаешь, что вот в этом эпизоде будет вот реакция зрителя. Ну, вот примерно представляешь, вот в таком. А здесь в начале спектакля «Барышня и крестьянка» прошло, наверное, минут пять, и никогда не было вот именно в этом эпизоде живой реакции смеха в зале. Здесь она случилась, и мы потом с артистом обсуждали, и говорят, удивительно. Поэтому вот здесь нельзя как-то сравнивать каждый спектакль на любую аудиторию, что в нашем городе, что за пределами города. Он всегда новый, всегда яркий, всегда необычный и непредсказуемый может случиться. – Ольга, что ТЮС привез для себя из этих гастролей? – Ну, во-первых, как я уже тоже говорила, любая поездка, любой выезд – это, ну, расширение собственных горизонтов. Это проверка, может быть, даже наших спектаклей на других зрителях. Потому что когда ты спектакль играешь в одной и той же площадке для одной и той же публики условно, происходит, может быть, какое-то такое замыливание. И поэтому любой выезд – это такой свежий взгляд со стороны, в первую очередь, и на себя, и на актерские какие-то работы. Актеры тоже, я думаю, сделали какие-то свои выводы после вот этих гастролей. Поэтому багаж такой эмоциональный, он, конечно же, есть. Плюс еще, ко всему прочему, мы видим, как работают там театральные службы. Тоже начинаешь смотреть, какие-то вещи берешь на заметку. То есть это всегда очень важно, полезно. И это очень здорово, что мы стали участниками этой программы. И очень надеемся, что мы теперь будем постоянными участниками. Ольга, и теперь тогда о том, что же ждать нам. Вы говорите, что с ответным визитом приедут к нам гости из Жуковского. Что ждать нам? Театр «Стрела» к нам приедет в октябре. Даты с 10 по 13 октября уже оговорены с ними. И мы сейчас как раз занимаемся обсуждением того репертуарного плана, который привезут к нам жуковчане. Мы проговорили, что тоже хотели бы видеть разноплановые постановки. А театр в Жуковске, они похожи на наш, потому что у них в репертуаре есть как спектакли для самых маленьких, как спектакли для семейного просмотра, так и для взрослых. То есть там нет какой-то специфики, чтобы они там, например, только в каком-то одном жанре работают. Поэтому мы проговорили с ними, что хотели бы видеть спектакли на разную аудиторию. И вот сейчас, я думаю, что в ближайшее время мы уже окончательно поймем, что к нам привезет Театр «Стрела». Ну, я думаю, об этих секретах мы поговорим туда поближе. Я так думаю, что пока не нужно раскрывать все карты. И завершающий вопрос. Что теперь? То есть какие планы на ближайшие перспективы Утюза? Гастроли или работа здесь дома? У нас сейчас, на самом деле, очень плотный график до конца сезона. Ну, понятно, что в ближайшее время, это вот на следующей неделе, нас ожидают аж три праздника. 20 марта – это День театра для детей и молодежи. Следом идет День театра кукол. 27 марта – Всемирный Международный день театра. У нас будет событие яркое, посвященное этой дате. А дальше в апреле нас ожидает премьера. Режиссер Елена Бычкова представит искрометную французскую комедию «Оскар». Премьера будет в конце апреля. Также в апреле мы стали участниками фестиваля международного «Золотая провинция», который проводит Кузнецк. Мы показываем спектакль «Свой барышня-крестьянка» в рамках этого фестиваля. И также мы впервые становимся принимающей площадкой. И к нам приедут со своими постановками «Московский театр на песке». Это когда на глазах у зрителя создаются действия из песка, вот таким посредством. Такая визуализация создается прямо на глазах у зрителя. У нас будет творческий вечер Евгения Кендинова, известного артиста РСФСР еще даже. В мае мы едем на фестиваль, нас отобрали на фестиваль «Мелеховская весна». Мы едем в «Мелехово», это там, где творил и создавал Антон Павлович Чехов. Завершаем мы сезон сказкой о царе Салтане и семи богатырях в июне. Премьера у нас планируется. Ну вот это такие прямо самые-самые крупные события до конца сезона. Естественно, есть там еще чуть, может быть, поменее масштабные, но не менее значимые. Ольга, большое спасибо за участие в нашей программе. Хотелось бы пожелать вам и в дальнейшем как можно больше новых творческих находок, ну и, конечно же, любви зрителя и нашего в том числе. Вы говорите, в Жуковском вас полюбили, но здесь вам еще больше любви. Спасибо. Спасибо. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До встречи на канале «Заречный» и любите театр. До встречи на канале «Заречный» и любите театр. skog langска «Заречный» и любите театр.